Я отвечаю за эту прекрасную модель, в которой практически каждая деталь была улучшена по сравнению с предыдущим поколением. И я бы мог о них рассказывать, естественно, часами, но я сконцентрируюсь на самых основных изменениях, чтобы вам и вашим читателям было проще с ними разобраться. Итак, по традиции, начнем со статистики. Key Optima – это автомобиль сегмента, так называемого, бизнес-класса в России. И, судя по этому графику, сегмент бизнес-класса не демонстрирует рост. А это значит, что конкуренция внутри сегмента становится более сложной. Но зеленые цифры, которые показывают долю Optima в этом сегменте, как раз говорят о том, что Optima готова к конкуренции, и более того, она лишь наращивает обороты. А сейчас я хочу вам дать самые свежие данные. Key Optima действительно была запущена на российском рынке 9 марта. И как вы считаете, за март какую долю в сегменте взглядела Key Optima? 10. Не амбициозно. Какие еще варианты есть? 35. Это чересчур амбициозно. Ну, давайте отвечу сам. На самом деле, мы действительно продали более 800 автомобилей, заняли второе место в сегменте и обеспечили сведулю рынка 17%. Это отличный результат. И теперь все слайды, которые я приготовил для вас, я буду говорить еще более уверенно, потому что они подпитаны действительно результатом успешного запуска. Давайте немножко обратимся в историю. Получила более серьезные задачи, потому что бы самоутвердиться, ну, точнее, утвердиться в сегменте для Key. И этот автомобиль с этой задачей успешно справился и стал одним из самых успешных автомобилей для Key в истории. Что касается четвертого поколения, которое представлено здесь, то откроем небольшой секрет. В процессе создания этого автомобиля дизайнерам пришлось, как следует, подрудиться. В чем же причина? Это дело в том, что просто предыдущее поколение было настолько удачным по дизайну и настолько популярным во всем мире, что сделать автомобиль, который будет, скажем так, лучше лучшего, было для дизайнеров очень сложно. Тем не менее, было выбрано правильное направление движения, то есть пойти тем путем, который уже дал результаты. И поэтому дизайнеры решили сделать эволюцию дизайна, то есть таким образом сохранив преемственность в этом поколении. Давайте посмотрим в деталях, как дизайнер этого добить. Обратим внимание, первое, что вырастается в глаза на автомобиле, это решетка радиатора с так называемой бриллиантной структурой. Она действительно, как драгоценный камень, создает интересный оптический эффект. За такой хищный взгляд оптимы отвечает новая светотехника, а также светодиодные протитуманные фары. Но не ищите светодиодные протитуманные фары на этой машине, а почему, я расскажу попозже. На виде склопу мы видим, что у владельца Кеоцома есть три варианта дисков. Они разные по размеру и по дизайну. Сзади мы видим, что светотехника представлена в двух вариантах, со светодиодами и без. А чтобы подчеркнуть спортивный характер автомобиля, дизайнеры предложили сделать черную вставку в заднем банке. Интерьер. По сравнению с экстрерьером, который получил, так сказать, революцию, интерьер был полностью переработан. Поэтому это совершенно новый революционный интерьер. И, на мой взгляд, это лучший интерьер, который компания Кео когда-нибудь создавала. Посмотрите, как это выглядит. На мой взгляд, создается ощущение, что вы находитесь в автомобиле классно премиум. И главное в этом интерьере, это, конечно, водитель. Поэтому интерьер фактически сконструирован вокруг водителя. Например, центральная консоль повернута к водителю. Таким образом, водитель может меньше отвлекаться от дороги. А еще маленькая особенность, что теперь водитель защищен от деревьев пассажира, который постоянно хочет переключить на любимую музыку или на инстанцию. И таким образом водитель от него защищается. Почему? Потому что в автомобиле Кео-Оптима команда Ильтопа находится за рулем. Мой небольшой совет. Прежде чем нажать на газ, оглядитесь и пощупайте материал отделки. Они были очень сильно улучшены. В отделке появился мягкий пластик, в отделке дверей, в передней торпеде, а также элементы отделки металлом и хромом. Комфорт. Это одно из ключевых слов в позиционировании автомобиля в России. Кстати, запомнили слоган автомобиля в России? Нет? Ну, Максим дал подсказку, мне прямо написали, но это я озвучил. Это два лица бизнес-класса, комфорт и азарт. Таким образом, комфорт это одно из основных слов, которое важно. Действительно, владельцы автомобилей бизнес-класса, покупая такую машину, ищут прежде всего комфорт. Которая начинается прежде всего с удобной посадки. Действительно, в автомобиле Геоптима водитель любой комплекции сможет удобно устроиться, потому что с сиденьями 12 направлений электрических регулировок. Кроме этого, был полностью переработан каркас сиденья, которым были добавлены материалы более жесткие, для того, чтобы обеспечить не только безопасность, но и добиться более для увеличения передачи вибраций с кузова на сиденье. Но это еще не все. В отделке сиденья используют материалы различной жесткости. То есть для плечей и для бедер использованы более мягкие материалы, а для обеспечения боковой поддержки использованы более жесткие материалы. Взять вам помимо про литерацию сиденья для и водителей, и передних пассажиров. Это та опция, без которой бизнес-класс сейчас немыслимо вообразить себя. Для тех, кто любит дизайн и комфорт, естественно, важен хороший звук. Поэтому помимо стандартной системы и Optimus с шестидинамиками, мы предлагаем премиальную систему «Карман Катрок» с десяти динамиками, сабвуферами и внешним усилителем. Я думаю, что вы достаточно подробно получили инструкцию от представителей компании «Карман Катрок». Я скажу речь только про систему «Кларифай». Мне кажется, это очень интересная система. Она позволяет восполнить потери от всяких скверых файлов и ослабиться полным файлом звучания. В центре машины располагается сенсорный дисплей размером диагональю 7 или 8 дюймов, на который подается изображение сабвегационной системы последнего поколения. А самое важное для российского потребителя, что теперь с помощью сервиса «Том-том» он в реальном времени может видеть пробки, а также расположение камер скорости по ходу и точек интереса. Также на этот сенсорный дисплей поступает изображение с четырем камер, которые формируют систему кругового обзора. Томаральная крыша. Теперь ее каркас сделан из углепластика, углеволокна, и поэтому он более прочный и весит меньше. Система индивидуального открывания багажника. Я думаю, что эта система, вы знакомы по другим машинам Киа, но тем не менее, мне она очень нравится, поэтому я поподробнее ее расскажу. То есть вы идете с покупками из магазина, либо из формулировки с чемоданом, вы подходите к автомобилю, у вас ключ находится либо где-то в сумке, либо где-то еще, багажник грязный, например, в России. Вы просто ждете 3 секунды, ничего не делаете, и багажник автоматически открывается. Очень удобно и очень просто. При этом вам не нужно плясать танцы с губами, либо бахать ногой. Автомобиль вас поймет по наличию плеча, сводки, и откроет багажник. В чем, на мой взгляд, заключается лениальность этой акции, то, что инженеры Киа фактически задействовали тот функционал, который уже был запретен, то есть SmartKey, и не придумали дорогостоящих датчиков, за которые владельцу пришлось бы доплатить впоследствии. То есть такое бесплатное, приятное доплатывание. Это опция из, как говорится, хай-тек. Это беспроводная зарядка мобильного телефона. Мало кто бизнес-классе может не похвастаться, а тем не менее, она очень удобная. Он просто заплатит свой телефон в фонишу, и он автоматически начинает заряжаться. Среди моделей телефонов, которые поддерживают это устройство, все самые современные модели, включая наш загадочный iPhone 2, который я никогда не видел живем. По безопасности, как высшее поколение Optima, имело отличные показатели. Тем не менее, новое поколение Optima смогло их произойти. За счет увеличения доли сверхвысокопрочной стали, жесткость кузова выросла на 51%. Доля деталей, которые изготовлены в прогрессивно-медленной горячей танковке, была увеличена в три раза. А длина клеевых седмений выросла в шесть раз. Это позволило не только улучшить жесткость кузова, но также снизить вес и улучшить шумоизоляцию. Кроме того, на Optima нового поколения появилась седьмая подружка безопасности для коллеги водителя. Что касается активной безопасности, то мне здесь нечем вас убить, вы знакомы со всеми идиотцами, поэтому скажу лишь только, что все они доступны уже в базовой комплектации. Отдельно упомянув про систему контроля сывных зон, она предупреждает водителя, помогает ему не только на дороге, но и при выезде с парковки за один год. Теперь водитель, из-за того, чтобы припарковаться, осталось нажать только на кнопку. Дальше умная автоматика сделает с него всю остальную работу. Дививидуальная система парковки помогает водителю припарковаться параллельно, причем и слева, и справа, и также помогает сделать перпендикулярную парковку, а также выехать из парковочного места. К сожалению, взаимодельцем Optima остается самое тяжелое. Найти то самое парковочное место, которое в Москве в последнее время стало сделать проблематично. Давайте представимся у такого бизнесмена, который долго искал парковочное место, и уже начинает опаздывать навстречу, выбегает из машины, заплывает закрытые стекла. В этом случае его репутацию как пунктуального человека спасет система дистанционного поднятия окон. То есть он просто на брюкке нажимает кнопку «Закрыть», и окна закрываются автоматически. Технические характеристики. Здесь тоже все очень интересно. Начнем с двигателей. На Optima доступно три варианта двигателя. Первый – это двигатель двухлитровой, мощный 150 литровых сил. Двигатель 2.4 получил непосредственный впрыск, поэтому стал уже более эффективным. Теперь его мощность составляет 168 литровых сил. А в юберке и Optima является совершенно новый двигатель 2.0 турбо с непосредственным впрыском, который обеспечивает 245-тичную силу для этой машины. И с помощью этого двигателя мы подтверждаем вторую часть позиционирования Optima. Запомнили слово? Азарт. Отлично. Комфорт и азарт. Валяца из изглаза. Немного о размерах машины. Для кого не секрет, что каждое новое поколение автомобиля растет во всех размерах. И Optima не исключение, она стала длиннее, шире, выше. А что главное для России, то что кливенс теперь составляет 155 мм. При этом внутренние размеры также вырастут. То есть нет ни одного параметра, который уменьшился. А самая большая прибавка досталась пассажирам заднего ряда – 25 мм. И по этому параметру Optima одна из 3-3 сегмента. Поэтому обязательно вы сидите сзади при дождаре этой модели. При этом за счет удачной компоновки в салоне инженерам удалось добиться того, чтобы багажник не уменьшился, а еще только увеличился на 5 минут. А это фактически дополнительная канистра нестермизающей жидкости. Версия GT и GT Line – это тоже абсолютно новая. На оптиме предыдущего поколения этого не было. Что это такое? У нас есть этот фабель GT, который является полностью спортивным. Он имеет дифференциацию в экстериере и интерьере, то есть различные дизайны с обычной версией. А кроме этого, он оснащается только 2-х литровым турбированным двигателем. GT Line – это дизайнерский пакет, то есть он в себя включает только различия в экстериере и интерьере, и при этом он идёт с обычной двигателем 2.4 GTI. Давайте посмотрим на примере этой машины, чем же отличаются GT от нет-GT. Во-первых, это решётка радиатора. Она имеет немножко другую форму. Это фары. Также передний банк. А самое главное, о чём я говорил в начале презентации, в версии GT нету протитуманных фар. То есть на обычной версии есть светодиодные протитуманные фары, на GT их нету. Кроме этого, если посмотреть сзади, то на GT есть такой специальный диффузор. Молтинг вывершен в чёрный глянец, с суппортом покрашены в красный цвет. Задние фонари отличаются, они не ровны. Кроме этого, для версии GT разработан специальный дизайн дисков, и электроусилитель располагается на рулевой колонке, а на рулевой ринг, таким образом обеспечивая лучшую управленность. В интерьере водитель с удовольствием найдёт спортивную рулю, сечённую снизу с логотипом GT, алюминию войдёт в центральной консоли, также алюминию накладки на педали. Традиционно упомянул про нашу председательную гарантию, которая помогает нашим машинам хорошо продаваться на вторичном рынке, иметь высокую достаточную стоимость. И пожелаю вам хорошего тест-драйва, скажу спасибо за внимание. Также передам слово моему коллеге Александру Михайловну. Он для вас предстоит, как победительный спорт.